Слава Украине! Приветствую от Полонского! Друзья мои, есть новости по поводу вот этой ракеты, которая попала по киевской детской больнице Ахмадет. Кстати, спрашивают, что такое название? Охрана материнства и детства. Или по украински Ахмадет, охрана материнства и детства. Если кому не понятно, почему такое странное название в больнице. Ну вот такое название, какое оно и есть. Просто сокращение. Да, так вот, уже абсолютно доказано, что это была российская ракета Ха-101. Которая специально целилась по этому объекту. То есть для расистов детская больница это просто-напросто еще один объект, по которому они наносили удар. Причем удар намеренный. То есть была полностью отслежена траектория этой ракеты. И вот то, как она попала по больнице, то есть она летит на малой высоте, чтобы ее не сбили. То есть там система была простая, они перегрузили нашу ПВО. И одна из ракет, там не одна, там несколько ракет пробились через, как говорится, перегруженное ПВО. Мы не успели, по всей видимости, ну как я это понимаю, перезарядиться. Вот, и она четко попала туда. Значит она сделала горку, которую делает именно ракетой Ха-101 перед тем, как попасть по цели. И под углом 60 градусов врезалась в двухэтажное здание токсикология детская, которая была полностью разрушена. То есть характер траектории, характер разрушений, это полностью соответствует ракете Ха-101. Потом посмотрели же на видео, на том, которым есть. Там очень хорошо ее сняли. Значит замерили длину. Посмотрели на физические, так сказать, особенности, на особенности корпуса. Это 100% Ха-101. Ну и вишенка на тортик. В этом все это все ситуации, как говорится, это то, что нашли массу запчастей от ракеты. То есть даже серийный номер есть. Там и двигатели, система раскрытия крыльев. Кому интересно, кто технар, можете посмотреть, в описании к данному ролику есть ссылочка. Там все фотографии этой ракеты есть, они все найдены. То есть там не то, что очевидно, там все более чем очевидно. Российская ракета и то, что она попала, то есть то, что она делала, горку, именно перед детской больницей. То есть она выполнила боевой маневр именно перед детской больницей. Она не была сбита. Это была действительно цель, которую она должна была поразить. То есть это еще раз говорит о зверстве, о бесчеловечности и о преступности террористического путинского режима. Вот, собственно говоря, и вся песня. И тут глава СБУ Малюк поднял еще одну такую очень интересную тему. Это тема о ответственности тех бандитов, тех террористов, которые нанесли удар по детской больнице Ахмадет. Я так думаю, что если речь уже об этом идет, я думаю, что ответственность однозначно наступит. Причем, ну, с точки зрения вот этих вот бандитов, которые это делали, я думаю, что им гораздо выгоднее попасть в украинский суд, чем как-то вот по-другому. Ну, это их выбор, как говорится, и тут, как говорится, АПТУМ. Так что, ребятки, вот такое вот. Русская ракета. Никто в этом и не сомневался. Но просто, знаете, иногда очень важно поставить последнюю точку для наших, так сказать, партнеров на Западе, чтобы они уже не сомневались, что это никакая не ракета на САМС, еще что-нибудь. Брит сумасшедшего. Не с Альфа-Центавры прилетели, жужики и это все сделали. Нет, это была боевая российская ракета Х-101, которую намеренно запустили по детской больнице. Детская больница и была ее целью. Доказано.